Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, Ежи и Сыне Божий, святится имя Твое, да ты, и Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он в небесе и на земле. Хлеб наш, насущий, дашь он днесь, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим, не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое, Царство, Сила и Слава в обиде, аминь. Слава Свою, Сыну и Святому Духу, и ныне Трисно, и водитель веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Замоли ты при чистоте, Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будни и грешим, создавь мне, Господи, помилуй меня. Беще славится и грешил, Господи, прости меня, грешим, помилуй, и святей даритвы, и сволнисти на молитвы. Я утром сделаю вопрос и замещание. В вечер, до поладинного святого свет горел у кого? Здесь. У нас горел здесь. Ты здесь? Да. Что-то делал. Я поэтому спрашиваю. Дальше. Русскую пещеру отопили. Я на печку не заглядываю. Оказалось, а там спали. А почему меня не предупредили? Понимаете, вы самовольничаете, а ответственности никакой не несете. А там девчонки спали. А вообще, с чего они туда полезли-то? Ну, мы жили же в лагере, этого не было. Но если маленькая возможность есть какая-то такая, ухватить, сразу хватает. Это вы делаете неправильно. Превышаете свои полномочия. Я ничего на это не могу сказать. А сейчас, в коре холодно, я говорю, давай, уберем. Заставили лестницу. И лестница всегда должна быть полностью свободной, как проход на дверях. Ничем не заслана. Никогда. А нам некуда. Некуда выбросить на улицу. Вопрос решен. Лестница, если заставлено, человек пройти не может. Любой им день неприятность. Уже матрас затащили туда. На печке, на русской матрас. Так а с какой целью тогда русская печь? Зачем туда нужна-то? То есть глупость, где не посмотришь беспроспетную глупость мою. Как Высоцкий поет. Кто на красоту затащил? Девочки. Ну мне зачем девочки? Это определенно кто-то, кто, кто там смотрел за этим-то? Кто старше был? Девочки, они, они что об этом могли управляться-то, обыграть? Девочки. Ну я-то здесь нахожусь. Володя ничего про это не знает. Вы зачем власть захватили здесь? Они у Володи спрашивали. Володя разрешил. Они болели. Володя разрешил им. Что, матрас туда спать? Да. Ну я ничего не могу на это сказать. Если им надо было там быть, то самое малое, что однослойное покрывало положить. А Вы вчера топите печь, печете хлеб, там такая жара, она прогревается. Когда не убирает, она тлеет, тлеет и наконец загорелась. Там температура-то огненная. Там слой-то какой? А топите-то, это русская печь. Да еще добавляете. Понимаете, вот Вы молитесь, но не может быть, чтобы Бог Вас не вразумлял. А чтобы Вы вопреки идете к тому, что сердце говорит. Сбросить все матрасы. Никогда туда не допускать ничего. Прекратить лазить туда. Лестница крутая. Он упал, ребенок. Ты не отвечаешь, ты села и укатила. Это все ему придется здесь теперь. Не я буду нести ответственность. Случайно сунулся сегодня матрас. Убрать и не позволять. Как шариковые какие-то. Хорошо пахнет. На кухне все слепились. Дальше по порядку. Я посмотрел вчера, огрузил. Один был, пытался дрова перенести. Большие кучи были. Но надо убирать. А сложить-то можно сейчас, прямо во время этой непогоды. Сразу, Никита, сейчас начинайте. Дрова укладываю. Сложите так, чтобы лезть. Хотя полянеца не падала. Не как ребенок. Вся она наклонена сюда. Сначала я начал дорогу пробивать везде. На тележке. Но понимаете, сколько пришлось здесь сделать. Они плещи даже не заметили. Никитина. Никитина дрова самая крупная. На 2, на 4. В зависимости от величины. Володина резко отличается. Прямо резко. Раза в 2 мельче. Но когда я посмотрел сегодня на Держи Васильевны. Венька и Ищук. Тот еще мельче. Он делает так, как надо. А ваши дрова все время надо калывать. Как брат, печку без топора не ходи. Это и хорошо, что мы сделали. Но просыхают они хуже. Топить сразу нельзя. Конечно, торопились. Я не претендую на это. Я сказал Никитину сразу. Неправда. У хохоповитых мужей ужасно. Просто хам стопроцентный. И везде вот такая дерзость. Сказал мне, зачем твоя неправда? Ты рубил, не я. Я неправда. Еще я руками брал их, ложил на тележку. И руками оттуда разгружал. Я не вижу, какие дрова. А там они мелко делали. Ну там я не мерил. Там ты мелко делал, дома крупно. Дальше. Вот эту газету. Дай-ка я сюда сверху. Держи. Вот она в такой виде изнятая. И очень похожа, что ей хлопали. Она именно как под хлопушку. Кто ее свернул? Нет, это Коля свернул и в карман положил. А с чего, с чего? С чего такую газету? Коля свернул. Коля цены знает. Здесь сплошь и рядом Слово Божие. Мы ему объяснили уже, что так делать нельзя. Да я не до этого могу объяснить. И в конце говорится о том, что здесь Слово Божие. На хозяйстве на нужной бытовой не используйте. А мусульманик просто придумали. Очень легко. Они талантливые. Если газету человек бросил, а зарядок полицейский берет. Газета божественная. Все. Тюрьма. Тюрьма. Да не простая тюрьма. Она пять лет. За газетку забыть. Все никто не бросает. Одним махом ошибли. А у нас не знает. Библия валяется. Мало того, заходит в туалет и лежит. Рвием. Все. То есть русский человек отвечает на ртом и гузном своим. За несчастье. За это. Теперь смотри. Ящики. Что в верхнем ящике лежит? Не запечатано. Печенье. Печенье. В таком виде. Мы закрываем на ночь полотенце. Дура нас, батя. Обидишься. Да для мыши твои полотенце прикрытие, чтобы кошка не поймала. Ты друг мышам, а не кошки. Так, печенье это все. Куда хочешь девать ей. Ящик пропал. Открыто мыши бегают. Открыто совершенно. Ты что, глупая-то такая. Что непонятно-то? Это я только случайно захожу и вижу. Вот она стоит. Вот теперь. Ну вот она. Мышь залезет. Она везде лазит, мыши. Для разъяснений. Залезет. Игнатий Тихонович. Так, спокойно. Ящик вечером переворачивается, закрывается полотенце. Да полотенце-то для нее только прикрытие. Игнатий Тихонович, мы не так делаем. Мы вот так ящик переворачиваем друг на друга. И он стоит. Да зачем тебе это нужно, когда можно любое ведро сложить? Зачем ты эту глупость огородишь? Так переворачивай ты сколько-то умы у тебя, палатка. Любое вот это вот прикрытие, это для того, чтобы кошка не поймала ее. А ты перевернула. Для мыши не надо ничего, она носом уже там. У меня банка стояла с медом, трешитровая. Я подумал закрытая. Она прогрызла, залезла туда. И все, я делала банку, выбросить пришлось. С медом. Капроновую крышку. А ты этим хотела... Все-таки понятно-то. Еще вот это вот я уже не один раз говорил. Они любят подсолнечное масло, они все смазанные. Они любят халлу. Открыто посмотрю на полки, вот так вот, видите, у Володи все резко так стояло. Почему? Сейчас ее спрашивать. Жил беспризорником. Ну, мышь и человек. Разве стоять? Почему вы глубже мыши-то? Мышь-то вас обманывает. А как делать? Только вот. Тут она не может. Для нее недоступно. У вас медер не хватает. Вот это вот все могло туда быть? Могло быть. Этого нет. Куда хочешь, людям не подавайте. А мышь постоянно мощится. Видимо, так должно быть. Ящик пропал. Заплати за него. Тем более, я неоднократно долбил и долбил. Вот с утра начинаю смотреть. Институт дураков. Что вы делаете? Ты вот вечером пойдешь, сама пройди. Пройди и посмотри. Ты мышь. Ты залезешь? Да для мышей вообще препятствий нет. Матрас она из них сразу сделает себе. Пережует. И дальше выйдет спать. Дальше сейчас приносит пирог. Отдельно положите. Какой пирог? А это для меня. Отдельный пирог. Чего ради отдельный для меня пирог? Я просил это, чтобы третий коп упрекал меня. Я не просил. На один раз разрезать где-то. Другое дело. Там рыба запеченная. Она разделяет. Любовь. Это с Людмилой Степановной. Значит, это тоже прекратить. В первую очередь этот пирог для всех. Разрезать и берите, кто хочет. Понятно? Это я только один раз прошел утром сегодня. Посмотрел. Зайду туда. Шкаф. Что попало? Самолетики, нарезанная бумага. С какой целью? Ни с какой. Не завязаны? Не завязаны. Вы делаете так, чтобы любой сказал, здесь был человек. Я уж не говорю христианин. А это вы что делаете? Это на уровне низшего, млекопитающего, травоядного. Там тоже лежат открытые вот. Да. А там что? Тоже печенье. Отдать. Куда вы хотите. А до чего распечатались это не седено? Одно и другое берем. Да, Володя, это безобразие. Ящик давай. Второй ящик ушел. Кому угодно отдавай, скажу, у нас было закрыто, это полный ящик. Это тоже открытый? Да. Тоже отдать. И третье. Все ящики ушли. До одного. Возьми за свой счет. Все на этом. Садимся за стол. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил мне и грешно. Я запечатал. А для чего эти там спечатались? Ну как Галя распечатала, так они и стоят. А ты дляходишь за чего? Почему ты мне не сказал, что у тебя все для мышей распечатано? Мы распечатали для мышей. Вся ящик, которая распечатана, отдать. Раздайте по деревне. Там мыши не было, может быть, а там вам наука. За стол. Обойдемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...